Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Мы продолжаем с вами готовить блюда для новогоднего постного стола. И сегодня у нас это вот такие очень красивые и яркие манты. И картофель с очень вкусной начинкой и постным сыром. Сыр мы будем готовить с вами сами. Надеюсь, что я вас заинтересовала. И давайте готовить! Я почистила крупный картофель. Его разрезаем пополам. Немножечко можно вот здесь срезать. Подготовили картофель. Теперь нужно полить его растительным маслом. У меня оливковое. И нужно добавить специи. Это, конечно, соль. Я добавлю еще перец. Добавляю картофель. Специи вообще по желанию, но обязательно выберите какие-нибудь яркие. И предпочтительно, чтобы у вас обязательно была паприка. И лучше копченая. Еще по рецепту идет тимьян. Но если у вас нет тимьяна, можете взять любые травки. Там, прованские или итальянские. Ну и теперь хорошенько картофель вот так вот протрем, чтобы все специи покрыли все кусочки. Духовку я уже разогреваю на 200 градусов. И сразу же сейчас отправим выпекаться. Вот для чего нужны такие яркие специи. В частности, паприку, чтобы картофель стал такой очень красивый на цвет. Ну и, конечно, он будет ароматный. Ну вот, картошку мы подготовили. Выкладываем на противень. И отправляем запекаться. Теперь подготовим начинку. Нам понадобятся грибы. Достаточно мелко их надо нарезать. Поставила сковородку я на огонь. Сделала средний. И немножечко дадим влаге лишней выприться. А сама пока нарежу лук и чеснок. К грибам добавляю овощи. Тут у меня лук, чеснок. По желанию еще можно стебель сельдерея взять. И теперь можно уже добавить специи. Соль. Перец. Копченая паприка. И немножко карри. Ну и, конечно, надо добавить масло. Про которое я чуть не забыла. И будем это все обжаривать. Жидкость вся испарилась. И грибочки наши готовы. Пусть они пока остывают. Картошка у нас еще запекается. Мы подготовим с вами еще сыр. И сыр у нас будет не простой, а постный. Готовим с вами постный сыр. Здесь у меня молоко где-то 230 грамм. Использую кокосовое молоко. Вот такое вам уже показывала. Очень хорошее молоко. Рекомендую. Но, в принципе, можно абсолютно любое молоко, какое у вас есть. Молоко не сразу все вылило. Потому что сначала размешаем все. С небольшим количеством молока, да? А потом добавим. Надо 2 чайные ложки или 1 столовую крахмала. У меня кукурузный. Нам понадобятся вот такие пищевые неактивные дрожжи. Я беру их для аромата сыра. Если у вас их нет, просто пропустите этот шаг. Берем достаточно много. Можно где-то 3 столовых ложки. Чтобы аромат был посильнее. Обязательно соль. Сухой чеснок. Почти чайную ложку. И копченой паприки пол чайных ложки. Еще нужно 1 столовую ложку растительного масла. Я беру кокосовое. Выберите любое, какое хотите. Теперь нам нужно все это перемешать. И можно уже добавить остальное молоко. Еще раз сейчас перемешаем и отправим на плиту. Проварим до загустения. Поставим на плиту. И при помешивании будем доводить с вами практически до кипения. Вот как бульки у вас появятся, вы сразу почувствуете, что соус загустел. И, в принципе, можно уже убирать. Ну, смотрите, чтобы он густой был достаточно. Вот смотрите. Соус закипел. Наш а-ля сыр. И он сразу густеет. Вот так вот немножко проварим его, чтобы крахмал не чувствовался. И отключим. И его лучше сразу перелить в какую-нибудь чашку, чтобы он не продолжал готовиться. Вот такая картошечка у нас получилась. Проверяется она очень легко. Просто стыкаете палочку. Как только они мягкие, все вынимаем. Сейчас сверху кладем грибы. И потом поливаем сыром. Грибы я выложила. Теперь добавляем сверху наш постный сыр. Это скорее, конечно, соус, но все равно будет очень интересно, как будто расправился сыр такой чеддер. Духовку я снизила там температуру до 180. И отправляем где-то на 10-15 минут, не больше. И блюдо на душе будет готово. Очень интересное. Обязательно попробуйте. Готовится все очень просто. Из очень вкусных и простых ингредиентов. Вот так полили. И отправляем выпекаться. Ну и вы только посмотрите, что за блюдо у нас с вами получилось. Очень красивое. Какое ароматное. Какие тут у меня на кухне ароматы. Не поленитесь. Приготовьтесь. Делается оно очень-очень просто. Шикарно будет смотреться у вас на столе и что-то новенькое. К этому блюду можно даже уже ничего не добавлять. А можно просто перед подачей посыпать свежей зеленью. Оно и так очень яркое. Я буду подавать просто так. Даже не буду зелень добавлять. Еще я приготовила тыквенные манты. Вот такие яркие, красивые они у меня получились. Делали мы их совсем недавно. Ссылочку оставлю под видео. Они были у меня замороженные. Очень эффектное и простое. Самое главное, очень вкусное блюдо. Все рецепты я подбирала такие яркие, чтобы много было оранжевого цвета. Манты можно сделать заранее, заморозить. И вот как я только приготовить их на пару. Очень красиво будет смотреться у вас на столе. И разнообразит его. Вот, такие горячие блюда я вам показала. Еще, что у меня у самой будет, но не стала даже вам показывать, потому что я буду делать еще семку на гриле. Просто посолю, поперчу, может еще какие-то специи и на гриле запеку. А вот эти вот идеи я вам решила показать. Потому что, ну, на самом деле, вот этот картофель, он очень вкусный. Смотрите, какой интересный он получается. Да и манты мне вот самой очень нравятся. Они вкусные и всегда интересно смотрятся вот такие аппетитные розочки на столе. Ну, у меня на этом все. Очень надеюсь, что вам понравились эти блюда. И, возможно, вы их приготовите себе на Новый год. У нас с вами была Ирина Воскресенская. Всем пока-пока. До новых видео. У нас еще с вами впереди десерты. Так что жду вас на своем канале. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok